Друзья, хочу представить нашего утреннего гостя, небезызвестный вам Владимир Александронец. Доброе утро! Доброе утро! Пообщаемся с Владимиром как с директором Мастерской инновационных технологий. Ваша организация является организатором и инициатором выставочного проекта «Код до памяти». А вот расскажите, а в чем суть проекта? В чем его идея? Но необходимо сказать о том, что Мастерская инновационных технологий является инициатором, исполнителем этого выставочного проекта, название которого «Код до памяти». Идея проекта родилась в 2021 году по мотивам проведения нашего первого выставочного проекта «Кола життя белоруса» в Музее истории города Гомеля С помощью фотографий, которые мы получили благодаря нашему инстаграм-проекту «Белорусский семейный альбом», мы показали шесть оборотов колеса жизни белоруса. Это и рождение, и детство, и обучение, и свадьба, дом, семья, смерть. И, собственно, дальше мы задумались с моей коллегой Екатериной Волчек, а что же делать дальше? И так появилась идея в процессе одного из наших творческих мозговых штурмов о том, что нужно поэкспериментировать. И, собственно, появилась идея этого проекта «Код до памяти». А в чем особенность и непохожесть проекта на другие подобные выставки? Наш проект, мы его позиционируем как проект-выставка-эксперимент, выставка-вызов. И, собственно, это выставка, которая является попыткой поиска кода нашей национальной идентичности. Мы пытаемся соединить традиционное и современное, необычное и обычное в нашей национальной культуре. Собственно, результатом вот этого соединения стало более 20 фоторабот, которые мы и покажем в рамках нашего проекта. А кто участники проекта? Героини нашей выставки – это простые молодые белорусские, которые ежедневно идут на учебу, на работу, спешат обратно домой. Но которые в национальных костюмах отражают вот тот самый вековой опыт своих бабушек и прабабушек, которые являются воплощением и символом того богатейшего национального культурного наследия нашего народа. Мы вот этой выставкой еще попытались не только проэкспериментировать, но и разрушить определенный стереотип, что национальное – это такое законсервированное, академическое, ни в коем разе не поддающееся изменению и каким-то там новациям. И, собственно, в нашем проекте молодые девушки совершенно в таком современном облике и с татуировками, и с крашенными волосами, и с серьгами, и с интересным образом, с современной обувью, но в национальном костюме или же с его элементами. И, собственно, мы таким образом в определенной степени экспериментируем, да, вот как соединить это традиционное и современное, и современное, как сделать его интересным для современного молодого поколения, чтобы молодой человек не смотрел на нашу национальную культуру как что-то такое музейное, да, законсервированное и не поддающееся внесению в наш современный мир. Вот и, собственно, и появился этот фото-выставочный проект «Код до памяти» именно в таком концептуальном прочтении. Скажите, а какой основной посыл вы хотите донести этой экспозиции? Как я уже говорил выше, мы нашим проектом, ну, первое, да, ломаем стереотипы о национальном костюме, о национальной культуре в молодом поколении, но еще это и попытка показать, что как бы там ни было, но национальный, как бы там ни было, наш национальный костюм, это одна из этноопределяющих частей вообще нашего народа. И, собственно, мы говорим о том, что в этом костюме, в национальном костюме, у нас на выставке будут представлены фотографии девушек в образе с разными строями, разными локальными традициями национального костюма. Мы говорим о том, что наш национальный костюм, наша национальная культура – это тот самый код к нашей памяти, код к тому, чтобы мы задумались о нашей национальной идентичности, о том, что у белорусов огромнейший исторический путь, богатейшее историческое, культурное, национальное наследие, которое важно в современном мире, в мире глобализации, в мире, когда разрушаются и стираются границы, когда происходит взаимодополнение и взаимопереплетение разных культур, важно все же сохранить эту национальную идентичность и передавать ее последующим поколениям. Это будет интересно. А вот давайте проговорим, где и когда будет проходить выставка «Код до памяти». Выставка «Код до памяти» стартует 6 июля и продлится до 6 августа в экспозиционном объекте Музея истории города Гомеля, нашего партнера. Это музей печати и фотографии Гомельщины, «Улица Коммунаров-7», мы будем рады видеть всех гостей этой выставки. Ну и, конечно же, следует здесь упомянуть еще и о тех людях, благодаря которым совершился этот проект в творческой кооперации с нашими фотографинями Еленой Гончаровой и Анной Малашенко. Мы осуществили эту свою культурно-образовательную задумку выставочный проект «Код до памяти». И, собственно, здесь тоже была доля такого творческого эксперимента. Это профессиональная и начинающая фотография. Мы их переплетаем вот в разных решениях и в демонстрации национального костюма. Поэтому надеюсь, что наша выставка все-таки получит положительный отклик. Ну и самое главное для нас – это то, что у гомельчан и гостей выставки появится представление и понимание о том, что все-таки наш национальный костюм – это современно и модно, и это отнюдь не законсервированное музейное наследие, которое нельзя ни носить, ни прикасаться. Спасибо, Владимир, что пришли и подробнее рассказали о проекте. Успехов вам! Я думаю, что все получится. Спасибо.